То, что фанатам было всё равно, на ком вымещать ярость после неудачной игры сборной, было видно уже вскоре на Тверской. Здесь громили магазины и троллейбусные остановки. Граждане, оказавшиеся здесь в этот момент, в панике бежали, не разбирая дороги. Присаживайся поудобнее, дорогой друг, сейчас расскажу тебе историю о том, как наши ездили на Чемпионат мира 2002 года. Совсем коротко об отборочном турнире, где наша сборная вышла из группы со Словенией, Югославией, Швейцарией, Фарерами и Люксембургом с первого места. Потерпев лишь одно поражение, весьма хороший результат в неслабой группе. Ожидания были завышены, ведь многие игроки были с опытом выступления в Европе, и в целом игроков, которые могли действительно зарешать, было достаточно. Перейдем к составу, который поехал на Чемпионат мира в Корею и Японию. Конечно, тех, кто играл в отборе, но потом был отцеплен, было немало, и всех упоминать не будем. Итак, тренер Олег Романцев, как говорят из-за личной неприязни, не взял на Чемпионат мира 2002 года Сергея Овчинникова, который на тот момент только вернулся из порту в локомотив и был в прекрасной форме. Основным вратарем был Руслан Нигматуллин, представлявший итальянскую Верону, на подмене Станислав Черчесов из Тироля и Александр Филимонов из Уралана. Защитники Вячеслав Даев, Игорь Чугайнов, Юрий Ковтун, Юрий Никифоров, Виктор Анопко, Андрей Соломатин, Дмитрий Сенников. Полузащита До сих пор остается загадкой, почему романцев не взял Аршавина, который на тот момент был явно не хуже Сычева и тем более Пименова. Группа попалась нашим вполне проходимая. Сборная Японии, не хватавшая звезд с неба, но всегда была средней и сбалансированной крепко сбитой командой. Сборная Туниса – явный аутсайдер этой группы. И главный соперник – это сборная Бельгии, которая, на мой взгляд, немного уступала сборной России по силе. Чтобы простой рядовой болельщик мог смотреть футбол с наибольшим комфортом, в Москве на Манежной площади были установлены огромные экраны для просмотра футболом под открытым небом. Казалось бы, идея была хорошая – подарить простым болельщикам и людям праздник футбола. Но вот только не учли одного, что сборная России дарить этот праздник своим болельщикам не спешила. Но начиналось все более чем хорошо. После матча с Тунисом и победой со счетом 2-0, наша сборная и наши болельщики были полны надежд. Эта игра оказалась легкой прогулкой. Гол забил Егор Титов из пенальти Валерий Карпин. А вот в воскресенье, 9 июня 2002 года, хозяева турнира сборная Японии в Якогаме принимала нашу команду. Кто такие японцы? Кто там у них вообще играет? Из самых известных был, пожалуй, только Хидетоси Наката. Игра была относительно ровной. Был и спорный момент с пенальти ворота Японии. Несмотря на это, куда более уверенно и спокойно чувствовали себя японцы. А вот на 51-й минуте пришлось запомнить еще одну фамилию. Инамото. Возможно, этот гол был забит из офсайда. Но Маркус Мерк не собирался даже рассматривать такой вариант, а наши-то и не сильно апеллировали. Сборная России бросилась в атаку. И создали, по сути, только один стопроцентный момент. Который уверенно запорол Владимир Бесчастных. Не реализовав выход один на один. Обыграв вратаря, пробив в сетку ворот с обратной стороны. Японцы же могли удвоить счет. После удара на кат из 35 метров мяч попадает в перекладину. После финального свистка в Москве на Манежной площади началось какое-то безумие. Беспорядки в 100 метрах от Кремля. В это воскресенье Москва увидела то, чего не было с октября 93-го. О, привет! Россия будет впереди! Дошли вперед! Японцы, более обратно! Разгоряченные фанаты атакуют витрины магазинов, переворачивают автомобили. Хулиганы с российскими флагами пытаются прорваться в здание государственной губы. Московское правительство, организовавшее трансляцию футбольного матча на экраны, не смогло одного – обеспечить безопасность москвичей. Жидкая цепочка милиционеров не смогла справиться с сотнями фанатов. К началу матча, когда на Манежной площади было уже более 10 тысяч человек, из представителей правоохранительных органов было всего 10 конных милиционеров. Вы видите, как ведут себя в этой ситуации милиционеры, не имеющие на момент погромов никакого подкрепления. Почувствовав слабость милицейских рядов, фанаты открыто начинают нападать на милиционеров. Права в исчет матча «Россия-Япония». Один погибший, десятки раненых. Неизвестный мужчина с ножевыми ранениями был обнаружен в автомобиле «Жигули». Ножом ранен сотрудник милиции, еще двое покалечены. Досталось и нашей телекомпании. Два автомобиля телеканала были атакованы фанатами. Один разбит и перевернут, второму удалось уйти от хулиганов. Беспорядки начались на последних минутах матча. По словам очевидцев, у большого монитора тогда показали кадры подожженных машин в одной из стран проигравшей команды. Откуда у фанатов тут же взялись бутылки с зажигательной смесью, теперь никто не скажет. Машины загорались как по команде, одна за другой. Матч с Бельгией в целях безопасности уже не показывали на больших экранах, что вполне логично. Ведь матч обещал быть еще более жарким. На кону был выход из группы. Одной из главных ошибок Романцева было то, что он не выпустил Дмитрия Сычева в старте. Опять же, не совсем понятно, почему. На седьмой минуте матча красивейшим ударом со штрафного забил Йохан Валлем. Игра была нервной и терять нашим уже было нечего. Нужно было идти в атаку. На тридцать четвертой минуте вместо смерти на поле вышел Дмитрий Сычев. И уже во втором тайме, атака нашей сборной, на пятьдесят второй минуте матча усилиями Сычева смогла соорудить гол. Мяч забил Владимир Бесчастных. Ну а дальше бельгийцы реализовывают свои моменты. И за четыре минуты забивают нам два гола. Вначале на семьдесят восьмой минуте Весли Сонг, а потом и на восемьдесят второй Марк Вильманс. А через шесть минут уже Дмитрий Сычев после выхода один на один прошивает Девлигера. На большее нашу сборную не хватило. Финальный свисток. Счет 3-2. Из группы выходят Бельгия и Япония. Япония попала на Турцию и на этом их путь закончился. А Бельгия попала на будущих чемпионов мира, сборную Бразилии и их путь тоже завершился. Как думаете, были бы шансы у нашей сборной, хоть с кем-нибудь из этих соперников? Вот так закончился воежь нашей сборной в Корею и Японию. Романцев и вся наша команда отхватили немало хейта от болельщиков. Пожалуй, только Дмитрию Сычеву досталось меньше всех. Ну а больше всех критике подвергся Олег Романцев и его тактические ходы. Очень жаль, что Аршавина не взял Олег Романцев. Возможно, знаменитую фразу «Ваши ожидания – это ваши проблемы» мы бы услышали гораздо раньше. Эта фраза подходила к выступлению нашей сборной на чемпионате мира 2002 года как никогда. Субтитры создавал DimaTorzok